Дальнобойщики Дальнобойщики развернули свои фуры и со всех концов огромной страны отправились в Оттаву, чтобы выразить недовольство. Впрочем, к одной вакцинации требования протестующих уже не сводятся. Как и в других странах, они начинают сетовать на недостаток свободы и на то, что у них отбирают право на труд. И особенно примечательно, что штормит уже не развивающиеся страны и даже не старую Европу. Всплеск недовольства происходит буквально в самой сердцевине «свободного мира». О причинах возникновения ситуации своим экспертным мнением с накануни ТВ поделился политолог Борис Кагарлицкий. «Конечно, это часть общего глобального или, по крайней мере, распространяющегося в других странах протеста. Причем, легко догадаться, что антиковидные меры правительства являются, в общем, все-таки, скорее поводом раздражителя, чем главной причиной. Главной причиной является затянувшийся экономический кризис, стагнация. Опять же, очень важный мотив, который здесь наблюдается в большинстве всех протестов, начиная с желтых жилетов и теперь вот уже в антиковидных протестах. Власти граждан не слушают, нас население не считается, демократия попрана и распространившись по всему миру ощущение, что правящие элиты отсюда оторвались от народа, от населения и над их, что называется, стрихивают таким образом. Тут классическая ситуация, когда власть принимает какое-то решение, которое, по себе, может быть, и не было бы столь провоцирующим, и, которое, наверное, является неразумным, но в то же самое время, всяческая ситуация настолько уж страшная угроза гражданским правам или свободе личности и так далее. Но самокупность со всем остальным, которые, то есть с экономическим кризисом и с нарастающим ощущением разрывов между гражданами и населением, это все срабатывает как искра в фархаут-логе. Здесь совершенно четко видно, что движения дальнобойщиков пользуются в достаточно широкой поддержке. То есть их встречают люди в бездороге, им посылают деньги, их приветствуют, готовится большой митинг в Атталии, и понятно, что это называет опять очень большой революционный штат. А теперь другая сторона медали в том, что в ходе протеста доминирующими политическими силами являются правые популисты, которых, естественно, власть тут же называет экстремистами и ультраватикалами и так далее. На самом деле они не ультраватикалами, а экстремистами. Являются обычные правые популисты, но, как я считаю, правые популисты, они имеют достаточно мутные представления об устройстве экономики, общества и так далее. Они сильно склонны верить в разнорода идиотские теории заговора. То есть они, в сути времени, допустим, европейского или российского интернетуала выглядят людьми не слишком симпатичными и слишком культурными. Но тут надо просто сказать, что в этом отчасти виноваты сами же западные левые. Потому что лет 10 назад, тем более 20 назад, потом протест однажды, знаете, без всяких вариаций задолжался бы левым. И был бы встроен левый правительство. Но беда в том, что сами левые, по крайней мере, интеллектуальные части, достаточно давно уже сомкнулись с либеральным эстеблишментом и, в общем-то, видят смысл своей деятельности в том, чтобы лоббировать какие-то прогрессивные меры, опять же, в рамках повестки того же самого эстеблишмента. И поэтому, естественно, они оторваны от низового протеста точно так же, как и самые вершины. Если брать его социальную природу, то совершенно понятно, что это вот та самая трудовая мелкая буржуазия канадско-американская, где самые rednecks. Rednecks — это белые трудяги, которые, в общем, тащили на себя Америку и Канаду в течение прошедшего столетия. И которые сейчас чувствуют сердце заброшенными. И никто ими не занимается, никто ими не сочувствует. В лучшем случае их обзывают фашисты, а в лучшем случае позирают как белых, гетеросексуальных мужчин. Ну и поэтому, естественно, единственный, кто ими занимается, это как раз разного рода правопопулистские группы. Ну и, соответственно, они и получают политические дивиденды. Хотя, по социальной, по социальному мотиву, это движение скорее все-таки антисистемное и с явным социальным подтекстом. Поэтому объективно, конечно, работает на расшатывание на юридеральной системе. Подписывайтесь на канал Накануне ТВ и распространяйте. Продолжение следует...